На стартовом комплексе космодрома Байконур установлена ракета-носитель «Союз-2.1Б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34-мя космическими аппаратами компании «Ванвек». Пуск запланирован на пятницу, 20 августа, в час 23 по московскому времени. Это будет девятый запуск в хронологии сотрудничества Роскосмоса с компанией «Ванвек». Сейчас группировка спутников «Ванвек» на низкой околоземной орбите насчитывает 254 космических аппарата. Предстоящий старт должен довести количество аппаратов «Ванвек» на околоземной орбите до 288. Низкоорбитальные космические аппараты «Ванвек» предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающие предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке планеты. Орбитальная группировка будет состоять из 18 плоскостей по 36 аппаратов в каждой. Смотрите нашу прямую трансляцию запуска с космодрома Байконур. В центре космодавтики и авиации на ВДНХ торжественно открылся шестой корпоративный чемпионат по стандартам WorldSkills «Молодые профессионалы Роскосмоса-2021». Среди более 500 участников из 32 предприятий Роскосмоса в течение шести дней будут определены лучшие специалисты отрасли по 20 компетенциям. В их числе фрезерные работы на станках с числовым программным управлением, токарные работы на станках с числовым программным управлением, электроника, инженерия космических систем, промышленная автоматика, корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности, инженер-технолог, неразрушающий контроль, аддитивное производство и управление жизненным циклом. Чемпионат «Молодые профессионалы Роскосмоса» проводится ежегодно и направлен на развитие кадрового потенциала и компетенции для научно-технологического развития ракетно-космической промышленности России. Из Самарского ракетно-космического центра «Прогресс», входящего в состав госкорпорации «Роскосмос», на космодром Байконур отправлен железнодорожный состав с блоками ракеты-носителя «Союз-2» этапа 1А, а также с блоками ракеты-носителя и сборочно-защитным блоком ракеты «Союз-2» этапа 1Б. Ракеты-носители будут использованы в пусковой компании по российской программе МКС. Этап 1А – запуск транспортного грузового корабля «Прогресс-МС». Этап 1Б – запуск транспортного грузового корабля модуля «Прогресс-МУМ» с узловым модулем «Причал». Универсальный узловой модуль «Причал», созданный в ракетно-космической корпорации «Энергия», предназначен для расширения технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС. Выведение «Причала» на околоземную орбиту и стыковка к надирному узлу модуля «Наука» планируется в ноябре 2021 года. На базе Мензелинского филиала Центрального аэроклуба ДОСААФ России кандидаты в космонавт-испытатели Александр Калябин, Сергей Тетерятников и Рутюн Кивирян проходят специальную парашютную подготовку. Сборы в Мензелинске проходят в течение трех недель. За одну смену, которая начинается с медосмотра рано утром, каждый кандидат в космонавты совершает до четырех прыжков. После этого происходит разбор тренировки, в ходе которого психологи ЦПК определяют уровень развития профессионально важных качеств кандидатов в космонавты, анализируют их настроение, особенности взаимодействия с инструкторским составом, следование предписанному алгоритму работ, временные и физические затраты парашютистов. Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и губернатор Тверской области Игорь Руденя посетили Тверской вагоностроительный завод, где ознакомились с работой предприятия. Центром управления производством, вагоносборочным цехом пообщались с коллективом. Дмитрий Рогозин поблагодарил правительство Тверской области и Тверской вагонзавод за плодотворное сотрудничество с Госкорпорацией «Роскосмос». В 2019 году Верхняя Волжья выступила с инициативой стать пилотным регионом в использовании космического мониторинга в различных сферах, в том числе в сфере повышения контроля в лесном комплексе. Тверская область – одна из тех, скажем так, активистов Роскосмоса, которые в полной мере применяют эти технологии. Мы даже договорились с Григорий Михайловичем, что по сути дела Тверская область, она как пилотный проект по ряду проектов. И вот мы сейчас с губернатором только что обсуждали как раз вопрос о том, чтобы в условиях огромной, большой нашей страны, где у нас колоссальное количество и автомобильных, и, естественно, железных дорог, важно создать услугу, стабильную услугу для пользователей железными дорогами. Это постоянная связь с дороги и широкополосный доступ в интернет. Высокие технологии, которые есть в Роскосмосе, дают нам дополнительные возможности. Это инертный материал, это планировка территории, это возможность уточнения генеральных планов. И я думаю, что возможности Роскосмоса еще раскрыты, так сказать, на минимальное количество, в том числе и в Тверской области. Поэтому перспектива очень серьезная, и мы рассчитываем, что год за годом наше сотрудничество будет масштабироваться в интересах развития экономики Тверской области, ну и, конечно, получение практики для Роскосмоса, работы с такими территориями, как мы. В формате видеоконференции прошла встреча глав космических ведомств стран БРИКС. Участники диалога. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, президент бразильского космического агентства Карлоса Аугусто Тейшера де Маура, председатель индийской организации космических исследований доктор Си Ван, глава китайской национальной космической администрации Джан Кедзянь, исполнители директора Южноафриканского национального космического агентства доктор Валанатан Мунсан. Руководители космических агентств подписали соглашение о сотрудничестве в области обмена спутниковыми данными дистанционного зондирования Земли. Соглашение о сотрудничестве в области спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли стран БРИКС станет еще одним значимым шагом на пути развития взаимовыгодного пятистороннего сотрудничества в области исследования и освоения космического пространства в мирных целях. Мы видим, как меняется климат, какое значение имеет мониторинг динамики подвижной среды и атмосферы. И считаем, что совместными усилиями можем внести неоценимый вклад в улучшение качества жизни всего человечества. Роскосмос и Тунис планируют сотрудничество в области пилотируемой космонавтики. Состоялась рабочая встреча генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина с генеральным директором тунисской компании «Телнет Холдинг» Мухаведом Фрихой при участии чрезвычайного полномочного посла Тунисской Республики в Российской Федерации Тарака Бен Салема. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области пилотируемых космических полетов, в частности, намерение тунисской стороны подготовить и запустить в космос женщину-космонавта. По итогам встречи подписан меморандума о взаимопонимании относительно двустороннего сотрудничества в области пилотируемых космических полетов. Полет пилотируемого корабля «Союз МС-20» к Международной космической станции будет проходить по четырехвитковой или шестичасовой схеме. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации «Энергия» Рафаил Муртазин. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-20» с двумя космическими туристами запланирован на 8 декабря 2021 года. Командиром корабля вместе с участниками полета из Японии на орбиту отправится космонавт Роскосмоса, герой России Александр Мисуркин. 2 сентября с целью интеграции в состав МКС российского многоцелевого модуля «Наука» космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Тубров выйдут в открытый космос. За пределами станции они планируют провести около 6,5 часов. Открытие выходного люка модуля «Поиск» предварительно в 18.35 по московскому времени. Второй выход в открытый космос длительностью 5,5 часов у российских космонавтов состоится через 6 дней. Следите за нашими прямыми трансляциями. Входящая в Роскосмос компания информационные спутниковые системы имени академика Решетнёва известна в России и за рубежом как ведущий производитель спутников различного назначения связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии. Недаром предприятие из города Железногорск Красноярского края называют месторождением спутников. Однако в начале 60-х в соответствии с планами Сергея Королёва инженеры-сибиряки должны были создавать для страны и ракеты-носители. И в августе 1964 года с космонробом «Байконур» первая ракета «Решетнёвцев» успешно вывела на орбиту три экспериментальных спутника. С тех пор 18 августа считается днём рождения сибирской космонавтики. Метеор из потока Персеиды, запечатлённый с МКС. Метеоры этого потока – пылинки кометы Свифта-Тутля, которые влетают в атмосферу нашей планеты со скоростью 60 км в секунду. На горизонте виден нимб зелёного свечения атомов кислорода в атмосфере Земли. Базовый лагерь у пика Ленина, одной из высочайших вершин Центральной Азии, находящийся в горной системе Памир. В центре снимка самая яркая часть нашей галактики Млечный Путь – созвездия Орла, Стрельца, Змееносца и Скорпиона. Снимок Юлии Жуликовой. Газовый гигант Юпитер – крупнейшая планета Солнечной системы. Снимок сделан в конце июля этого года. Аммиачная блока атмосферы Юпитера из года в год меняют свою структуру. Снимок был сделан с помощью 11-дюймового телескопа системы Шмидта Кассегрена, автор Юрий Круглянский. Вопрос от Алексея Шишкина. Запускались ли в истории космонавтики космические аппараты перпендикулярно плоскости планет в Солнечной системе? Исследование свойств межпланетного пространства вдали от плоскости эклиптики представляет большой научный интерес. Однако отклонение от плоскости эклиптики ближе к центру Солнечной системы требует больших энергетических затрат, которые резко различаются между собой в зависимости от того, какой район вне плоскости эклиптики исследуется. Легче всего проникнуть в районы, отдаленные от плоскости эклиптики, на окраине Солнечной системы. Для этого достаточно вывести аппарат на внешнюю эллиптическую орбиту, наклоненную на небольшой угол к плоскости эклиптики. На больших расстояниях от Солнца даже слабый наклон удалит космический аппарат на десятки миллионов километров от плоскости эклиптики. В истории мировой космонавтики наибольшее отклонение от плоскости Солнечной системы получили аппараты Pioneer 11, Voyager 1 и Voyager 2, которые изменили вектор движения после посещения крайних планет. Однако в Центральной области Солнечной системы такие полеты никто не совершил. В 2030 году планируется китайская миссия границ ангелиосферы, запуск которой будет направлен перпендикулярно плоскости эклиптики. Присылайте ваши фотографии и вопросы о космосе на tvsobakativiruscosmos.ru и до встречи в космической среде! Субтитры создавал DimaTorzok Голосуйте 17, 18 и 19 сентября. Выбираем вместе! Правильный путь выбрать легко. Это путь рядом с теми, кто нам дорог. Это путь, на котором нас ждут приятные встречи. Это путь, который мы выбираем вместе. 19 сентября состоятся выборы Государственной Думы. Проголосовать на избирательных участках можно 17, 18 и 19 сентября. Выбираем вместе! Субтитры создавал DimaTorzok